Добрый день! Говорит Алекс Рантье. Сегодня у нас 20 марта 2018 года. И у нас эксклюзивное супер специальное интервью с экспертом по финансовому праву. Зовут даму Юля. Она у нас занимается всем, что связано с кредитами, с финансовым правом, банковским правом и так далее. Одним словом, юрист большой буквы. Юля, вам слово. Всем доброго времени суток. Я немножечко поправлю. Я эксперт именно в области финансового права. Я по долговым обязательствам. Когда уже люди с долгами, тогда обращаются ко мне. Цель нашей беседы немного развеять те мифы, которые ходят вокруг банковских услуг нашей необъятной Российской Федерации. И как-то расставить точки над «и» над теми мифами, слухами, которые витают у нас просто невероятными роями, шмели над головами миллионов наших сограждан, причем достаточно профессионально зарабатывающих в интернете. Все-таки мы подытожим беседу тем, что мы читаем наши интервью именно для тех людей, которые зарабатывают в частном порядке через интернет, используя наши банковские продукты как средства платежа, получение средств и так далее. И начнем с того, что у нас есть необъятный нашей любимой Родине такой закон, как ФЗ-115. Юля, расскажите про него с официальной точки зрения, а потом мы перейдем на частный вариант его трактования. Я поняла. Федеральный закон 115, вообще он не новый, он издан 7 августа 2001 года. И звучит он следующим. То есть о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансировании терроризма. Ну, целью вообще закона не допустить легализации незаконных доходов и финансирования террора. Но это в основном касается предпринимателей, которые являются ИП, да, и которые имеют ООО. То есть в основном кладется данный закон, возлагается именно на юридических лиц. Ну, в последнее время банки стали ссылаться по ФЗ-115 именно по операции между физическими лицами, по факту. По фактуру такая вот фишка пошла. То бишь физический клиент получает средства не от юридического лица, а именно от другого физического лица. И прилетает так называемое письмо счастья ФЗ-115 клиенту. Вот. Да, есть такое дело. Причина – это использование физическими лицами счета банков в широких коммерческих целях. То есть это массовые платежи между контрагентами. То есть на банках возлагается отслеживание любых операций, похожих на незаконный перевод безналичных и наличных, то есть обналичивание денег. Понятно. То бишь все наши банки или большинство банков, они контролируют Центробанков в плане ФЗ-115, в плане именно отмывки средств преступным путем, действительно, которые может место быть. А сами банки используют этот закон как колотушку по тем людям, которые хотят свои физические счета использовать в своих маленьких коммерческих целях. Где вообще в принципе ФЗ-115 и нету по сути. Согласна. Кстати, это можно также оспорить. Мы чуть-чуть ниже об этом позже поговорим об этом. Вообще все банки обязаны анализировать денежные операции своих клиентов. И это делается по критериям Центробанка. То есть есть такое положение Центробанка, которое возлагает на коммерческие банки проверять с целью предостережения и незаконный оборот и, во-первых, безналичных и наличных денежных средств. И самая главная цель это, естественно, предостеречь финансирование терроризма. Ну это основная цель. А по факту банки у нас стараются как-то заставить людей открывать ИП, ЧП, выходить, так называемый, на белый вариант работы. И, соответственно, рекомендация какая в этом плане будет? Это открыть, наверное, много карт на родственников, если у вас много платежей. И не проводить более, грубо говоря, 10-15 платежей. Причем суммы, так понимаю, различные, не превышающие там 500 тысяч, 600 тысяч. Да, да. То есть почему 600 тысяч рублей? Это такая некая отправная точка, которая является, скажем так, уже подозрительной. И банки почему-то вот именно от этой суммы, вот, к примеру, юридические лица ИП, они очень сильно контролируют. То есть нужно будет письменно доказывать, документально, куда были отправлены данные суммы. По поводу физических лиц, действительно, в последнее время, особенно вот такие банки, как Сбербанк, они не блокируют счета, они приостанавливают действия по счетам, ну, ссылаясь это на безопасность граждан, которые именно отправляют деньги. Ну, это уже... Ну, это уже... Ну, естественно, там не 600 тысяч, и даже вот в последнее время обращаются люди, которые от 15 и даже есть от 12 тысяч какие-то операции проводили. Ну, на самом деле, в нашей стране вот замечено на две цифры, это 15 тысяч рублей и 600 тысяч рублей. То есть 600 тысяч рублей, это именно появится 115, четко идет, а у 15 тысяч рублей, это что за цифра такая? Эта цифра просто, когда, к примеру, вам пришла большая сумма денег, и вы начинаете раскидывать по другим, не знаю, просто такой критерий, вот 15 тысяч рублей могут даже заблокировать. То есть, к примеру, вам пришла большая сумма денег, и вы ее сразу начали обналичивать, пошли обналичивать. Потом вы становитесь уже подозрительным, то есть вообще становится подозрительным, и вот там критерий такой 15 тысяч рублей, и даже вот есть случаи, где меньше, что вы хотите перевести, и уже приходится подтверждать звонком в банк данные суммы денег. Ну, то, что про обналичку мы потом маленько попозже поговорим. Я имею в виду о переводах, что не страшно переводить суммы, ну, например, вот человеку надо перевести 30 тысяч, вы можете разделить на 2 по 15, или все-таки 30-ку лучше, можно одну сумму отправлять? Там в основном именно за сутки. То есть, если вы хотите разделить большую сумму, те же 30 тысяч, по 15, все равно вторые 15 тысяч вам могут приостановить платеж для подтверждения исходящего платежа. Якобы предостеречь каким-то незаконным пользованием вашим счетом. То есть, вы должны подтвердить, да, это я перевожу, брату, сестре, то есть, все в порядке. Ну, здесь у нас, получается, уже стык идет между безопасностью самого банка по отношению к клиенту, уже не в законодательном плане, а в техническом плане, что банк заботится о клиенте именно. То бишь, это 15 тысяч это не несет, так называемую, уголовную ответственность, а именно техническую, так называемую, заботу банка. Это больше, да, техническая забота, чтобы предостеречь мошеннических каких-то действий вашими деньгами. То есть, как бы, на всякий случай они приостанавливают до вашего личного подтверждения. Именно не блокируют, а именно приостанавливают. Да, именно приостанавливают. Да, ну, потому что, действительно, очень много случаев, когда люди говорят, ой, у меня с карты сняли деньги, ой, куда-то там отправили деньги. Особенно у этого Сбербанка такая фишка, то есть мобильное приложение, вирусы и так далее, и так далее. Такое, на самом деле, имеет место быть, и Сбербанк. У меня у самого тоже был такой момент, что у меня каким-то образом сосканировали карту, когда я был в Болгарии, и с нее сняли порядка 10 тысяч рублей по курсу. То есть, секретный код на обратной стороне тоже видели, да? Да, ну, я расплачивался, я отдавал эту карту, грубо говоря, работнику отеля, он ее как-то перевернулся, обернулся, карту вернул, ну, видать, он в этот момент успел сделать. Ну, это уже дело десяток, мы знаем, безопасности карты, это же мой косяк. Но суть в том, что, когда они попытались снять второй раз 10 тысяч рублей, мне уже Тинькофф заблокировал не саму карту, а приостановил операции по карте, приостановил ту операцию, приостановил все операции по карте, и позвонили мне, что вот, Алексей, у вас вот такая печалька случилась, типа, вы-это вы, вы Индии снимали деньги, я говорю, я вообще-то нахожусь здесь, сейчас на Урале, а можете доказать? А вот легко, пойду в магазин, попробую что-нибудь купить, и вы увидите эту убитую транзакцию. Я сходил в магазин, говорю, да, действительно, вы находитесь там на территории Свердловской области, все там, как бы, все нормально, то есть на вас подозрение упало. Вот такая фишка у меня была недавно. То есть получается, что все блокировки, которые люди тарахтят в интернете, это вовсе не блокировки, это вовсе не какой-то страшный закон, а именно просто забота банка о своем клиенте. Да, забота банка непосредственно о клиенте, то есть о безопасности его денежных средств. То есть этого бояться не надо, наоборот, надо быть благодарным банку, пусть даже он, как семь нянек над ребенком трясется, но на самом деле это только плюс. Вот, а теперь по поводу обналички, то бишь, пришла с ума человеку, и он бежит в банкомат. Что ему может за это грозить и какие рекомендации по этому могут быть? Ну, на самом деле есть такое, ну, незаконная обнальная деятельность, да, обналичка. То есть это вот, когда переводят большую сумму денег, и человек сразу идет обналичивать, то есть могут заблокировать, в этот же день, да, могут заблокировать эту карту. Почему это происходит, да? То есть, ну, вы должны понимать, что, как бы, банк это такая большая организация, где тоже есть свои процессы именно обмена по деньгам. То есть, чтобы вы не попали под, скажем так, расстрел банка и блокировки карт, держите деньги после получения на свой счет, ну, не меньше, скажем так, от трех до недели. От трех дней до недели подержите свои деньги на счете или оплачивайте, если прям очень нужно, оплачивайте безнально, или переведите третьему человеку, который тоже является, там, к примеру, того, если вы на Тинькофф банк, кто тоже является клиентом Тинькофф банка, и только потом, может быть, обналичивать. И то старайтесь все равно держать на своем счету денежки, ну, неделю, и это будет действительно безопасно для ваших денег. Вот, и, соответственно, дальше вопрос. Много людей хотят пользоваться межбанком, то, международной Сберной, Тинькофф, Синькоффа, на Альфу. Есть такое бытует мнение, что межбанк, это в плане ФЗ-115, либо юридических или законных формулировок опаснее, чем если просто ходить внутри одного банка? Да, ну, на самом деле нет, это миф. Дело в том, что просто, когда деньги в одном банке, внутри банки, это, то есть, по сути, вы с одного счета на другой, но все равно они находятся в одном банке. А так вы передаете другому, скажем так, банку хозяйничать вашими деньгами. Естественно, как бы это не нравится отправляющей стороне. Поэтому лучше, безусловно, пользоваться, как бы, если вы переводите, пользоваться одним. Вот, но здесь тоже бытует мнение, чтобы не было, скажем так, блокировок, блокировок, открыть счета в разных банках для безопасности. То есть, большие суммы денег на одном счете или в одном банке не держать на счетах. Это моя личная рекомендация. Это не... Лучше держать и... И даже не только на своих счетах, а открыть там счета на своих родственников и держать свои деньги не только у себя, то есть, не под своей только фамилией, но еще не на свое имя, а еще и на своих родственников. Это будет безопаснее. Ну, суммы примерно какого порядка? Ну, старайтесь те же 600 тысяч рублей, которые мы вот говорили выше, все-таки разделять их на 2-3 счета, которые не только в одной банке, но и в разных банках, и не только на вас, но и на других лиц. Хорошо. Это будет безопаснее, потому что все равно, как только у вас в общем сумма... У банков в последнее время есть единая система отслеживания, да? То есть, когда вы в одном банке стали подозрительным, естественно, такой маячок, он в какой-то такой... Для нас негласной базе есть и в других банках. То есть, они тоже это могут видеть по запросу, безусловно. Внутреннюю службу безопасности. Поэтому моя рекомендация, как говорится, в одной корзине не держать, а держать и в разных банках, таких как Альфа-банк, ВТБ, крупных банков, ну, там, Сбербанк, старинок нашим, ну, разделить. Ну, в целом, у нас сейчас по интернету ходит популярный это Сбербанк, потому что он всегда рядом, он везде. Потом получил очень мощную популяризацию банк Тинькофф, благодаря нулевым переводам, кэшбакам и прочим, там, плюшкам, вкусняшкам. И обслуживанию в банкоматах любых других банков. Потом идет Альфа и ВТБ. 24, да. Да, ВТБ-24. То есть, четыре эти банка у нас являются ведущими, практически монополистами по Российской Федерации для тех людей, которые так или иначе зарабатывают в интернете. Вот такая фишка. А по поводу... И все операции у нас проводятся как физик-физик. То есть, у нас нету так называемых операций физик-юрик. Потому что, я так понимаю, что с юридической стороны такая сделка потребует сразу документы с обоих сторон. И соответствующее налогообложение. Налоговложение со стороны физического лица. Да, да, да. И поэтому, как бы, так называемая рекомендация открывать ЧП или там Прюл, там, это платить, придется платить так называемые налоги. Потом еще и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, пока есть возможность гонять между физиками средства, разумного смысла не имеет. Получается, что так, да. Как я говорила по поводу в начале закона 115 ФЗ, вообще изначально, первоначально он как раз для юриков и ИП. То есть, людей... Кто такой ИП? Это физическое лицо, которое имеет право предпринимательскую деятельность осуществлять. Соответственно, пока есть возможность, не открывая, да, инвестировать в интернете и пользоваться физическими картами с условиями, да, о которых мы с вами разговаривали выше, да, то есть, чтобы не попасть под подозрения и блокировку. Причем не блокировка, а приостановление действий, да, по картам и действующим происходит. То лучше воспользоваться, во-первых, картами своих родственников. Второе, это обналичку делать не ранее, чем неделя, да, после получения денежных средств. И хотел бы спросить, какие еще рекомендации от вас уже, как от профессионала? Лично от меня, да, рекомендация такова, что в интернете почти все компании и проекты принимают платежную систему AdvoCash Pair Perfect. И можно, и не можно, а я делаю так и рекомендую всем, что вы, грубо говоря, берете, грубо говоря, 100 тысяч рублей Сбера, на эти 100 тысяч рублей Сбера покупаете AdvoCash и раскидываете по проектам. И уже живете внутри этих проектов через AdvoCash. Потому что я знаю, что есть очень много людей, которые говорят, а, тот Сбера нет, я не пойду. Это большое заблуждение. Если вы зайдете в тот же самый проект, где есть Сбер и AdvoCash, именно через Сбер, то вы просто создадите много ненужных транзакций, которые, в принципе, можно не делать. То бишь, вы передаете все деньги AdvoCash и гуляете по AdvoCash. AdvoCash – это офшорная система, которая абсолютно по барабану на законы Российской Федерации. AdvoCash – это система зарубежная. Ее никто не заблокирует. Даже наш президент, никто ее, ничего с ней сделал, в принципе, не может. И туда, конечно, десант не высадят, и сервера стоят. Но это такая, получается, петрушка, что если инвестор хочет сделать инвестицию, то большая рекомендация именно приобрести платежную систему AdvoCash или Perfecto и гулять именно внутри этой платежной системы. А когда ему уже нужны деньги, определенные деньги на какие-то либо операции на земле, так называемые… – Называется фиатные деньги. – Да, да, банковские деньги. Уйти в банк, то он просто берет нужную сумму и один раз производит операцию обмена электронных валют на банковскую. Тем самым он ограждает себя от сотен ненужных операций по банку в процессе работы с теми или иными проектами. Тем самым он снимает с себя дополнительная вероятность подозрений со стороны банка, со стороны законов, со стороны СБ и технических служб банка, которые сейчас у нас участились, к сожалению, по СБЕРу, эти прозвоны. А вы будьте уверены, что это вы переводите, а надо ли вам это, а кто у вас получатель и так далее, и так далее, и так далее. – Ну это когда у нас именно мы отправляем, то есть отправляем какие-то… – Да, вот. То есть говорят, что СБЕР сам звонит, звонит получателем. На самом деле это миф, я так понимаю. – Это миф, конечно. Служба безопасности банка звонит только отправителю и уточняет актуальность платежа. – Вот. И по поводу работы с обменниками, то бишь электронную валюту мы покупаем в двух местах. Первое место это можно через своего вышестоящего спонсора спросить, где он покупает или купить у него. Так, вышестоящий спонсор более опытный человек, наверняка он может что-то умное подсказать, у него даже могут быть электронные валюты на продажу на момент спроса. А второй вариант – есть так называемые мониторинги обменников, даже у меня на блоге есть ссылки на обменники на Еронтер. Вы заходите на обменник и создаете сделку, отдаете рубли Сбербанка или рубли Тинькова и покупаете доллары от 2 кэша. Тем самым я разбиваю очередной миф, что чтобы купить доллары от 2 кэша, вам нужны доллары на Сбербанке. Это миф, который тупиковый на самом деле. То бишь мы покупаем электронные валюты за обыкновенные наши российские рубли, находящиеся на счетах Сбербанка, Тиньков, Альфа и ВТБ-24. Заходите на обменник, создаете сделку, отдаете там ВТБ-24-10 тысяч и покупаю, допустим, 200 долларов от 2 кэша. Ну, грубо говоря, по курсу. Курсы у обменников примерно привязаны к курсу Центробанка, плюс какая-либо комиссия от 3 до 7% в пользу обменника, так как обменник тоже хочет кушать и он тоже старается заработать. Чтобы не платить комиссию обменников, можно договориться со спонсором, можно договориться с партнерами, с коллегами. Но, опять же, очень часто мошенники бывают. Да, бывают мошенники, но чтобы обойти мошенников, работайте строго со своим спонсором. Чтобы, то есть, если вы хотите провести операцию, вы говорите там Петя или там Леша, Алекс, вот хочу или Юля, вот хочу вот купить тысячу адвокэшей, что-то мне порекомендуешь, где это можно сделать. И все. И спонсор, соответственно, вам дает четкое указание. Самому где-то либо искать я не рекомендую ни в коем случае, потому что у вас 99% вокруг пальца обведут. Если вы напишите в каком-то либо чате или в интернете, в паблике, что хочу купить тысячу адвокэшей без комиссии, к вам тут же набежит туча бабаек, представится и Юлей, и Лешей, и Максом Красильниковым, и прифералом, и предложат вам купить со скидкой. И в чем-то же могут и позвонить, и голос подделать, а потом, когда получат деньги от вас, он исчезает. Вот так. Поэтому строгая рекомендация, как я говорю, вот так вот, работайте только со спонсором. Регистрируйтесь только по реферальным ссылкам спонсора, иначе вы не будете интересны этому человеку. То есть, обрезал ревку, потерял деньги. Но это лирика. Вернемся к нашим банковским делишкам, и как-то можно подытожить все это хозяйство. То есть, первый у нас это ФЗ-115, это федеральный закон, который контролирует по большей части сами банки, юридические лица. Юридические лица ИИП, то есть, безусловно, часто они, еще раз повторюсь, приостанавливают, не блокируют, а приостанавливают платежи физическим лицам. Но при предоставлении каких-то платежей, предоставлении каких-то документов физическому лицу, естественно, эту сделку можно оспорить, этот федеральный закон, потому что он вообще в основном на юридическом. ФЗ-115 рассчитан на сегмент банка, сегмент юридических лиц, потом дальше, сами банки пользуются ФЗ-115, как колотузкой против незнающих законов клиентов. На самом деле, банк не прав. То есть, это, в принципе, можно оспорить. Можно оспорить, но тут им тоже дали, как бы, немножечко прав, Центробанк дал, что отслеживают незаконные, нелегальные всякие платежи, и он этим тоже пользуется. Он, естественно, переформулировал это в свою сторону, но если, как говорится, оспаривать, можно это все оспорить. И третий момент, который плавно перетекает, это третий сектор, так называемая забота банка о безопасности клиента. То бишь, не надо путать приостановку платежа о прозвоне с блокировкой. Это совершенно разные вещи. Я это хотел сказать, да. Банк не блокирует, он приостанавливает исходящие. Да, на всякий случай. А вдруг это не вы? А вдруг это не вы, потому что потом для банка, естественно, очень проблемно возвращать платежи. Да, да, да. Буквально банк в минус уходит по возврату платежей, как вот у меня случилось с Индусами. Ну, последнее, это, конечно, обналичка, личная рекомендация, да, хранить денежные средства в больших объемах, не на одном счете, ну, счету, и не только на своих счетах, но и счетах непосредственно своих родственников. И по обналичке при поступлении большой суммы денег или какой-то небольшой суммы денег все равно держать на счету, ну, от трех до недели. Ну, вот есть такая вот рекомендация от меня, допустим, есть вы, активно занимаетесь работой в интернете, у вас часто происходит платежи, ну, грубо говоря, каждый день. Вы, допустим, продаете внутриану того замечательного проекта, который у меня на флаге. Каждый день. Соответственно, вы не будете ждать неделю, потому что эта неделя растянется у вас в годы, грубо говоря, потому что каждый день завтра, 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 а внутриану покупаем, продаем каждый день. По рекомендации такая, вот у вас одна карта, вы на нее закидываете каждый день операции, там продажи, адвокэша, перфекта, внутриану, все. А есть вторая карта, вот вы накопили, допустим, сумму 150 тысяч, сюда ее закинули, неделя, и все, и больше сюда больше ничего не кидаем. Ждем неделю с этой картой, ну, сходим в магазин, что-нибудь купили с этой картой, а потом через неделю идем в банкомат. А эту карту никуда не суем, это дальше продолжается, да, заполняется, 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 вот. Так только с этой карты через неделю сняли 150 тысяч, здесь тоже наполнилось что-то, и а потом опять сюда закинули. Скажите, а эти, а эти карты две, они к одному счету лицом привыкли? Нет, 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 нет. Чем славится наша любимая Россия? У всех очень много родственников. Конечно же, это на родственников. Оформлена карта. На хороших людей, так называемые. Но лично от меня, конечно, еще одна рекомендация по безопасности есть, так называемые по третьему пункту. Я на Тинькове открыл две услуги, а услугам дополнительная карта, и на ней заблочил съем денег. То бишь я там разрешил небольшую сумму денег для операции, но это покупки билетов, покупки в магазинах, карточными вариантами, на случай скриминга. После того, что со мной случилось в Болгарии. И, то есть, эта карта как бы с обрезанными функциями получается. Я с ней хожу, везде плачу, безбоязно. А основная карта, на которую у меня поступают средства, и лежат средства, я ее нигде не свечу, так называемые. Вот, еще такая вот есть. Причем эта услуга, она входит в пакет услуг, она бесплатная. То бишь, что вы пользуетесь одной картой Тиньков, что двумя, те же самые 90 рублей, если у вас на счету меньше 30 тысяч. Ну, а в целом, в целом то же самое. Но это, конечно, привязано к одному лицевому счету. Все, спасибо большое. Это очень, я думаю, что для многих было полезно. И по рекомендации по Сбербанку, лично от меня, если у вас есть эти моментумы, всякие пенсионные карты, и социальные, тра-та-та, которые Сбербанк, они очень обрезаны с ограниченным функционалом. И практически для работы, заработка в интернете по инвестициям практически непригодны, или малопригодны, потому что там до 50 тысяч. И они еще сидят не на основных счетах, а на субсчетах, то бишь, один большой счет, а к ним привязаны дополнительные субсчета. В результате операции по этой карте проходят на один шаг дольше, чем по классическим. Поэтому рекомендую в Сберии открывать не жадничать, а открывать как минимум классические счеты. То есть Visa или MasterCard Classic и выше. Если у вас оборот по проектам превышает более 500, 600, 700 тысяч, то рекомендация это сразу золото открывать. Он, конечно, стоит денег, золото в Сберии и пользоваться привилегиями Сбербанка. Но, конечно, еще есть такой миф, не знаю, правда это нет, чтобы банк меньше задавал неугодных вопросов, что, а зачем происхождение средств такая есть. Открыть просто вклад в банке на некоторую сумму, не превышающую 600 тысяч рублей, пусть они там лежат. И банк будет меньше на вас обращать внимания, такая фишка еще есть. Ну аху это, на самом деле это не подтверждено, но такой миф он есть на самом деле, живой и как бы люди говорят, что он работает. Ну, в частности, у меня в Сберии есть ОМС. То есть, это обязательное медицинское страхование, да? Нет, это обезличенные металлические счета. А, все понятно. Вот это там тоже пенсионный страховой. Все понятно? Вот такая вот небольшая лекция, надеюсь, она кому-то поможет, кому-то что-то разъяснит. Если что, обращайтесь к нам с Юлей, мы растолкаем эту ситуацию, так как я с 2009 года в интернете, где-то нахватался шишек, где-то нахватался плюшек, а Юля у нас именно профессионал по этому вопросу, поэтому я Юлю рекомендую как вышестоящего спонсора для вас, ребят. Не стесняйтесь, регистрируйтесь. Если вы регистрируетесь под Юлей, вы автоматом регистрируете под меня, сразу можете с двумя человеками общаться. Вот так. Ну, нужно понимать правильно. Услуги юриста у нас стоят денег, и за них кто-то должен платить. Но это не мы с Юлей. Всем добра, всем спасибо, говорили Алекс и Юля. До свидания. Пока-пока. Пока.